Сегодня для всех православных верующих Приморья состоялось знаменательное и долгожданное событие. Совершено великое освящение Спасо-Преображенского кафедрального собора города Владивостока. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чин освящения совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии в сослужении шести дальневосточных архипастерей и священнослужителей из нескольких регионов России. К этому важнейшему событию в духовной жизни Приморья приурочен и сегодняшний праздничный концерт. Солисты, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера Павла Смелкова предоставят программу из шедевров русской духовной музыки, а также исполнят кандату новый храм, который был написан специально к освящению Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостока, главного храма Приморья. Слово для приветствия предоставляется Высокосвященному митрополиту Крутицкому и Коломенскому Павлу, патриаршему наместнику Московской митрополии, постоянному члену Священного Синода Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием и нисколько не преувеличивая, могу сказать, что мы с вами стали участниками исторического события. Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл, обращаясь сегодня ко всем жителям Приморья, сказал о том, что это долгожданный праздник. Многие поколения ждали возрождения замечательного кафедрального собора, и мы с вами стали его участниками, участниками этого торжества. Пользуясь возможностью, еще раз хочу передать всем участникам этого праздничного события благословение Святейшего Патриарха Московского и в Сеярусе Кирилла, который пожелал и желает всем жителям Приморья крепкого здоровья, благодатной помощи Божией в ваших ответственных трудах. Здесь, на этом Приморье, начинается день нашего Отечества. Здесь жители Владивостока и Приморья первыми пробуждаются, встают на службу, начинают свои труды, и это переходит из часового пояса в часовой. Здесь начинается и молитва. И для нас, кто приходит в храмы, кто молится, нет никаких расстояний и границ. Это глубокий смысл нашего молитвенного общения друг с другом и с Богом. И этот храм, который воздвигнут в честь преображения Господня, для каждого из нас являет смысл необходимости изменить себя, преобразить свой внутренний мир, стать лучше, чище, добрее. И каждый человек, который будет приходить в этот замечательный собор, будет черпать силы для жизненного подвига и жизненного труда. И сегодня всех поздравляю с этим праздником. Хочется пожелать и высокопреосвященнейшему митрополиту Владимиру, который является епархиальным архиереем и главой Приморской митрополии. Хочется пожелать и митрополиту Вениамину, который начинал строительство этого замечательного храма. И, конечно же, всем архипасторам, пасторам и всем вам, дорогие братья и сестры, крепкого здоровья, помощи Божьей в трудах. И пусть это сегодняшнее праздничное настроение у вас сохраняется всегда. Оно будет таковым, если мы будем друг другу желать только доброго, вечного и святого. С праздником всех вас! И пусть Божие благословение пребывает со всеми вами! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Концерт откроет произведения, написанные Петром Ильичом Чайковским в честь знаменательного события. 7 июня 1883 года в Москве состоялось освящение Храма Христа Спасителя. Специально к этому дню была написана торжественная увертюра 1812 год. Храм Христа Спасителя не просто собор, но и памятник истории, возведенный в память о героях сражений 1812 года. Петр Чайковский. Торжественная увертюра 1812 год. Исполняет симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра дирижер Павел Смелков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!